Вы знаете, что Господь сделал, Он как бы переключил меня в понимании, как вообще нужно достигать еврейский народ. Раньше было немножко как на уровне дебатов, вот такой у меня был подход. И я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь этот подход. Но из-за того, что есть оппозиция в достижении еврейского народа. Мы как бы настраиваемся или настроены на то, что будет сейчас оппозиция. И мы уже внутри готовы к сражению. Вместо того, чтобы иметь такой, а, мы настолько, мы готовы к сражению, как будто бы только у нас есть надежда. Мы есть надежда для спасения Израиля с таким подходом. Но мы должны знать, что Ишуа есть надежда Израиля. И нам необходимо представить таким образом. Потому что со всеми их традициями, религиями, еврейский народ не имеет надежды. Они надеются. Они надеются иметь надежду, но они на самом деле не имеют надежды. Я помню, что моя бабушка, которая родилась в Литве, и которая жила в ЮАР, и у нее был очень акцент, на котором она разговаривала, это был йиддыш язык. И когда-то я находился дома у нее, и я читала, читал в Танах 21-й Псалон. Ее звали Фрума. И я спросила, бабушка, о ком речь идет здесь? И я ожидал, что она скажет какой-то ответ, и приведет любой ответ, но не то, что это был Иисус. Она говорит, это говорится о Иисусе. Я был настолько шокирован. Я говорю, что? Ты говоришь, что написано это по Иисусе? Ну, ты же знаешь, что этот Танах, это написано царем Давидом. Это первый раз, когда-либо она читала вообще. Она говорит, ну да, это же очевидно, что описано о Иисусе. Я говорю, ты серьезно, ты веришь в это? Она говорит, да. Я говорю, а что останавливает тебя в принятии его сейчас помолиться? Она говорит, о, нет, я никогда это не сделаю. Я говорю, ну что ты имеешь в виду? А что мои родители подумают? Я говорю, бабушка, папушка, твои родители уже мертвые, уже 40 лет каких нет. Они похоронены в Литве. Это просто вам показывает, насколько сильна еврейская семья. Даже тогда, когда они уже умирают, они все равно вас держат, контролируют. Моя мама, если бы она узнала, она перевернулась бы в гробу. Девять лет спустя я привел ее к Господу. И я пошел, там был еврейский такой дом престарелых, там, где моя бабушка находилась. И у нее была болезнь Паркисона. Ей было в то время 91 год. По крайней мере, насколько мы верим, потому что мы точно не знали даты ее рождения. И моя мама говорит, предупредила, говорит, что она может тебя не вспомнить, потому что, ну, из-за этой болезни. Потому что она не признавала мою маму, она вообще никого не признавала уже. не узнавала. И я помолилась о том, что Господь восстановил ее разум. И я был с ней больше часа. И когда я зашел, она сразу же узнала меня, она знала точно, кто я есть. И тот час, ее разум был очень ясен. и поэтому молитвы очень важны. И быть исполненным Духом Святым. Я говорю, бабушка, ты хочешь быть с папой, так? так мы называли своего дедушку, потому что он, и он был очень ортодоксальным. И он принял, он уверовал. и я сказал, бабушка, ты знаешь, что дедушка был верующий, что он с Ишуа сейчас. Я говорю, ты же помнишь, что он верил в Ишуа? даже тогда, когда он уже состарился, он принял. Она говорит, да, конечно, я знаю. Я говорю, бабушка, ты хочешь увидеть дедушку? Да, конечно. Единственный путь, как ты можешь его увидеть, это пойти там, где он находится. Он там, с Ишуа сейчас. Я говорю, помнишь Псалом 21? Помнишь, когда ты прочитала, о ком речь шла? И она говорит, это шла речь о Иисусе. Она один раз прочитала это Писание и запомнила. Ну, это 9 лет спустя она все еще помнила это Писание. И она помнила это место Писания. То, что я говорю, что никогда не недооценивайте силу Писания. Простите, чтобы еврейские семьи читали Писание. Потому что Слово Божье, оно не вернется напрасным. Я говорю, бабушка, что останавливает тебя от принятия Ишуа. И опять она меня шокировала 9 лет спустя. Ничего меня не останавливает. Я спросила, ты что, серьезно? Она говорит, да. Я говорю, давай. Ты готов принять Ишуа сейчас сердце? она говорит, да. И тогда она сказала, я считаю, что это очень важно. Она говорит, бабушка, ты знаешь, что Ишуа и Иисус это тот же самый человек. Ишуа на иврите, а в английском Иисус. Потому что мы не хотим, чтобы это было настолько изменить и неправильно представить им, чтобы сказать Ишуа, чтобы они не думали, что это другой человек, но чтобы они точно понимали, что Иисус на общепринятом, как они знают, что это и есть тот же самый. Потому что когда однажды я свидетельствовал одним студентом, и я делился Евангелием на иврите, и они сказали, что они все верят в Ишуа. Это были израильтяне, подростки, и они все верили в Ишуа. Я был настолько шокированы, что они верят в Ишуа. Я не говорю, мы верим в Егошуа бенун. Я подумал, что они верят в Иисуса Навина, который в Старом Завете. Я говорю, нет, нет, нет. И я на иврите сказала, нет, в Иисуса, который умер на кресте за ваши грехи. не, нет, в этого мы не верим. И возвращаемся опять, что нужно быть реальными. И я спросил, бабушка, а с каким именем ты чувствуешь более комфортно? Она говорит, Ишуа. Я говорю, хорошо, давай будем молиться Ишуа. Давай помолимся, чтобы принять в сердце твое. И как я говорю, что Господь просветлил ее разум и глаза ее наполнились слезами. Я говорю, что ей было где-то минимум девяносто один, но я предполагаю, что ей было девяносто пять лет. В те годы мне давали свидетельство о рождении в Литве. И она посмотрела мне в глаза и глаза были полны слез. Я говорю, Джеффри, ты дал мне надежду. Потому что я сказал о плане Божьем о том, что Ишуа придет однажды в Израиль и как она будет с папой вновь встретиться. Он говорит, Джеффри, ты дал мне надежду. И это настолько сильно было проговорено в мой дух. и я осознал, что большинство людей не имеют надежды евреи. они живут без надежды. И я так думаю, что послание или то, что они несут в себе и то, что они надеются, что евреи, которые несут послание в Англии, это единственная надежда, которую они могут иметь и которую могут передавать эту надежду. и я верю, что если нужно что-то сделать, какие-то изменения, вместо того, чтобы, да, ожидать, что будет противостояние, но вместо того, чтобы ожидать это противостояние, послание, которое мы несем в себе, это самое сильное послание, которое мы можем дать. И если мы молимся и мы представляем таким образом, что Ишуа является единственной надеждой, я так же верю, что Ишуа, и мы увидим, что многие евреи, они будут считать, что Ишуа единственная надежда для Израиля. Я не знаю, как мы это сделаем. Может быть, нам придется сделать небольшие изменения, как представлять это послание. Может быть, больше любви, может быть, менее чувствительными нужно быть. Я не знаю. но я знаю, что я изменил свой подход. Потому что раньше я всегда был настроен для сражения внутри. И с того времени я встречался с противостоянием. но когда ты ожидаешь меньше противостояния, тогда больше плодов появляются. я просто делюсь с вами о том, что как я изменил подход и я увидел плоды, которые пришли в мою жизнь. и я чувствую, что Бог говорил ко мне пророчески через мою бабушку. И в ключе, что она представляла Израиль и израильский народ. И они взывают, они на самом деле хотят надежду иметь. Но они не знают, как их схватить, как найти эту надежду. И нам нужно продолжать молиться, чтобы Бог снимал эту частичную слепоту. Потому что на самом деле они не осознают, что же они потеряли. Потому что я знаю, что если когда они осознают, кто настоящий, кто на самом деле Ишуа, то они захотят его иметь в своей жизни. я верю всем своим сердцем. И тогда Петр сказал, что нет другого и спасения под другим именем. И там дальше написано, что лидеры увидели смелость Петра и Анна. И приметив, что эти люди не книжные и простые, и они удивлялись. Другими словами, что они на самом деле удивились. они были власть, с которой они оперировали, с которой они говорили. И между тем узнавали, что они были с Иисусом. Давайте представим на секунду. Это первосвященники и самые главные лидеры Израиля. Что они приметили, что эти люди не книжные и они очень простые. Но также они осознали, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против. что вы можете сказать, если кто-то исцелен. Какой аргумент может быть? И приказал им выйти вон из Синдрион, рассуждая между собой. И сказать, что нам делать с этими людьми? что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Это люди, которые противостояли Иисусу, которые никогда не хотели слышать, что Иисус говорил. Но тут же они говорят, мы не можем отвергнуть, что чудеса случились, явно чудо. И нам нужно быть смелыми. И нам нужно спрашивать людей, можем ли мы возложить руки на вас и помолиться за вас. И очень редко, когда кто-то скажет, нет, я не хочу, чтобы ты за меня помолился. И прежде чем помолиться, сказать, слушай, мы будем молиться во имя Ишуа, чтобы они знали. Вы должны спросить разрешение у них сначала, чтобы когда они исцелятся, чтобы они знали, что имя Ишуа исцелило их. И вот опять-таки мы замечаем, что они не могли не приметить тот факт, что человек был исцелен. В 17 стихе, что более не разгласилось это в народе с угрозой запретить им, чтобы не говорили об имени Сем никому из людей. Короче, их предупредили, предупредили для того, чтобы они не свидетельствовали. и сказал, что с этого момента и далее приказали не говорить и не учить о имени Иисуса. Они приказали о том, чтобы никому не говорить и ничего не учить во имя Иисуса. Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, вы судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? мы не можем не говорить того, что видели и слышали. И мне нравится это, что тут они признают тот факт, что они, эти люди неграмотные, необразованные, но они тут же делятся о реальности взаимоотношений с Иисусом. И не знание, что удивило их, потому что лидеры Израиля, они были образованными и знали. Но что удивило их, это власть, которую они имели. Что удивило их. И что происходит? Они опять пригрозили им, и отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось ей чудо исцеления. вы знаете, чтобы быть сорокалетним человеком в то время, это уже был старичок. И лидеры Израиля, они боялись наказать из-за народа, потому что написано так. Они боялись наказать его, потому что о каких людях речь шла. Они говорят о евреях. Обыкновенный еврейский народ, который жил в том районе. Даже те, которые не были верующие, они прославляли Бога за то, что было сделано. И поэтому они ничего не могли сделать. Потому что люди бы повернулись против лидеров. сверхъестественные знамения и чудеса, что время придет, они скажут раввинам, что ты имеешь, чтобы дать нам. они придут крови и спросят хорошо, что ты можешь дать? Эти люди дают нам вечную жизнь, исцеление, сверхъестественный мир и радость. рано или поздно они все равно повернутся против своих лидеров, которые не могут ничего дать им. И они придут к Ишуа. Я верю, что то, что случилось в книге Деяния апостолов, и Библия говорит, что в последние дни будет излияние Духа сильнее, дождь И что когда мы представляем, что Ишуа есть надежда славы, надежда веры, я верю, что мы будем иметь намного более плодов, чем в первом столетии. несколько лет назад я был в Израиле, я не помню точно когда-то было, сколько лет назад. есть один человек, который гид туристический, его зовут Ариэль Ариэй Бен-Давид и он верующий во втором поколении и он сражался в трех войнах израильских 56 войне 67 и 73 году и он такой очень серьезный верующий и также очень хороший солдат я спрашивала его что меня интересовало вопросы о войне и что значило для него быть верующим во время войны и в 73 году они сражались у горы Синая и солдаты они шли на войну с египтянами в сухопутных войсках и многие из солдат знали что они умрут и один из солдатов который был там когда-то был в Америке и он встретился с евреями за Иисус организацией и те дали ему листовку и у него были вопросы которые он пришел к Корею и спрашивал Аишуа и он сказал что да я хочу я поговорю с этим солдатом и тогда мой этот гид сказал что давай тогда соберем всех солдат там было около 300 человек и давай ну ты будешь задавать вопросы и но это присутствие всех солдат Арией он не считает себя евангелистом и он на тот момент он даже не знал что он будет говорить им но есть 300 солдатов которые находятся в пустыне и которые должны пойти в сражение и тут спрашивают чтобы он поделился Ишуа с ними и он начал делиться что он сделал для него как он исполнил пророчество и один из ортодоксальных евреев который был обучен быть раввином он встал и сказал что слушай перестань говорить что ты рассказываешь ты пытаешься мозги промывать нам и он начал его критиковать и начал противостоять ему и начал обзывать его и израильские солдаты они взяли этого молодого раввина и они опустили его на землю столкнули его на землю они сказали молчи замолчи пусть он говорит а что ты можешь нам предложить сегодня по крайней мере этот парень дает нам надежду сегодня вау и после они пошли в сражение и многие из этих солдатов они погибли но я видел как этот парень говорит что я видел что на лицах этих ребят это была надежда и тот раввин и тот человек который ему противостоял у него был страх на глазах когда мы идем когда мы сейчас пойдем на сражение и это сражение покажет у кого есть бог а у кого нету у кого нету бога 13 раз он считал сколько раз они должны были быть убитыми и он никогда не был даже все проходило мимо он был его не касалось ничего и было время где он даже когда был устав уставшим тем не менее он нес раненых солдат на своей спине в пустыне я не могу объяснить это физически но я верю что мы находимся на на перевале где будет большое изменение оппозиция к евангелию она увеличивается и в израиле и среди ортодоксальных евреев но также и слава божья она является сильнее и сильнее и тело мессии оно укрепляется становится сильнее и больше евреев приходят к познанию веры и я верю что мы живем во время где первопроходцы мы живем в времена когда когда люди были исполнены первопостольской церкви духом святым и они говорили на иных языках и сегодня если мы рассматриваем харизматическое движение это те люди которые исполнены духом святым и оно самое быстрорастущее движение если взять по деноминациям я верю что если мы будем усердно пребывать и противостоять этой позиции я верю что мы очень близко находимся к прорыву и в последние минуты я хочу поделиться с местом из Писания к евреям если вы помните что книга к евреям написана для того чтобы ну конечно и для всех верующих но в первую очередь было написано для того чтобы вдохновить и ободрить евреев которые были преследуемы еврейским обществом и которые они были искушаемы чтобы вернуться в юдаизм и вот это ободрение было написано для них чтобы не сдаваться но чтобы продолжать 10 31 евреям евреям 10 глава 35 стих итак не оставляйте упование вашего которому предстоит великое воздаяние вам нужно терпение я думаю что это слово для всех нас что бог говорит что у нас есть нужда чтобы иметь терпение очень легко устать и из-за того что суета и нужды этого суета жизни но после того как вы сделаете волю божью получить обещанный еще немного еще немного и грядущий придет и не умедлит праведный верой жив будет а если кто поколебится не благоволит к тому душа моя я верю что нам нужно продолжать усердно идти вперед но но если кто-то поколеблется не благоволит тому душа моя мы же не исколеблющихся на погибель очень важно иметь знания и нам нужно не умолять писание в конце концов это наше дерзновение наша смелость очень важна и непоколебимая вера которая будет говорить очень громко за нас еврейскому обществу и что мы живем и мы с дерзновением верим и мы живем и двигаемся в непоколебимой вере и это будет ключ амин у нас пять минут осталось есть у кого-то свидетельство кто может поделиться если кто-то имеет свидетельство когда они делились еврейским народом и они пришли к покаянию у меня я хочу поделиться свидетельством насчет своей мамы я уверовала с 93-го года я came to faith in 1993 в харизматическую церковь я started to walk going to charismatic church pastor был корейц pastor was a Korean и когда приходил со служения мама говорила всегда что ты хочешь корейцам а что они могут сказать тебе но я запрещаешь туда ходить нет если тебе нравится я тебе не запрещаю просто почему они могут тебе корейцам научить но в 96-м году случилось так что она сильно упала летела мы жили на четвертом этаже а на четвертом этаже ей было тогда 72 года она кубарем летела на третий этаж захватила второй ей было 72 года да тогда а у нас было две квартиры я была на другой квартире мне соседи позвонили и сказали приходи быстро давай сюда твоя мама уже умирает я сильно бежала по этажу не знала как там целый квартал в общем я по-моему марафонский бег олимпийский первую медаль взяла господь так меня как бы поднял и от асфанты и прям пронес к дому где моя мама находилась она сидела согнутая и я говорю мам кости целы я молилась и бежала что бы только кости были целы и я молилась она говорит доча все нормально это говорит соседка тебя неправильно информировала но она сама она сама не может разогнуться а я сама молюсь и говорю господь ну он говорит давай мама твоя уже готова сейчас ну евангелизируй я отвернула я отвернула кое-как другую комнату положила там большая двухсталка положила ее на кровать а у меня работа такая ответственная я в госструктурах работала тогда хорошее место занимала и мне нужно было на работу но господь так распорядился со временем что я даже не помню Диана можно я вас остановлю вы многое говорите это сам говорите факты потому что много мне нужно придется сеять в общем прошло трое суток я от нее не отходила ни на работу никуда не ходила и молилась только и потом моя мама на третий день уже так оправилась и говорит ну если ты веришь такого Бога то давай говори как там нужно я стала ее учить как надо было молиться и она призвала что Ишуа Господь и потом я начну говорить что Ишуа Ишуа и моя мама еврейка по национальности и поэтому это было слава Божьей и это было слава Божьей и это было что Ишуа и эти circumstances brought her to wanted to know about Ишуа а потом она жила сколько лет потом она жила еще после этого 10 лет она со мной тоже стала ходить в эту церковь и она пришла на еврейское служение и она вместе со мной шла на еврейское служение слава Богу очень хорошее свидетельство давайте прославим Господа за это а мы заканчиваем у нас время закончилось и хочу завершить напоминание этой истории когда я молился о спасении я говорю Господь все что угодно чтобы для спасения моей мамы я принимаю это конечно мы не хотим чтобы наши родные падали или были больные но если Богу нужно поставить их в позицию где они будут уязвимы чтобы они были в такой позиции чтобы они приняли если даже это необходимо Богу сделать конечно мы не хотим чтобы наши родные страдали но чтобы чтобы не не было мы должны быть открытыми чтобы принять что чтобы не необходимо было для того чтобы они спаслись нам нужно нужно принять потому что нет ничего драгоценнее ценнее того чтобы человек принял спасение спасибо всем за ваш вклад очень-очень важен и я уже больше с вами знакомлюсь и мне нравится я провожу хорошее время с вами здесь завтра наш последний день и я надеюсь что Господь нас ведет в удивительно прекрасные вещи аминь это спасибо спасибо спасибо